Республиканское управление МЧС сегодня сообщает о возгораниях сразу в двух школах республики. По предварительной информации ведомства в подвале Саранского лицея номер 31 произошло короткое замыкание, в результате оплавились провода. А вот в Ордатовской средней школе пожар был зафиксирован в спортзале, именно в том месте, где хранились маты. В результате пожаров дети и персонал учебных учреждений не пострадали. Причины пожара устанавливаются. Кроме этого, стало известно, что прокуратура даст оценку действиям должностных лиц учреждений органов власти и местного сумму управления, которое отвечает за безопасность детей. Также сегодня сообщили о ЧП на территории 19-й гимназии Саранска. Там сторож решил сжечь сухую траву. Пламя потушили без вызова экстренных служб. Кроме этого, в МЧС рассказали о тушении сухой же травы только на территории окраины села Владимировка в Лямбельском районе. Огонь так быстро распространялся, что в любой момент мог перекинуться на жилые дома. Однако пожарные успели все потушить. Они же обнаружили лежавшего на выгоревшем участке 59-летнего мужчину. Он получил 10-процентные ожоги первой-второй степени лица, дыхательных путей и рук. Пока он находится в больнице, выясняются все обстоятельства произошедшего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он признал, правда, частично. Следственным отделом УФСБ в отношении мужчины возбуждено и расследовано уголовное дело по части 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации по лично оправданию терроризма, совершенной с использованием сети интернет. В ходе следствия фигурант вину признал частично. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Центрально-окружной военный суд для рассмотрения по существу. В Розаевке будут судить мастера, который украл два КАМАЗа щебня. Об этом сегодня сообщили в Министерстве внутренних дел. По информации ведомства, преступление 23-летний Игорь Тимонин совершил еще в мае на территории строящейся автомобильной дороги Саратов-Нижний Новгород. И если говорить точно, то украдено было больше 14,5 тонн. Щебень мастер вывозил на КАМАЗе, а после продавал. Никто ни в чем, мужчину не подозревал. И казалось, выверенная схема кражи работает идеально. Но в итоге это оказалось не так. Последняя попытка вывезти груз провалилась. Мастера строительных и монтажных работ задержали сотрудники полиции. Ущерб оценили в 32,5 тысячи рублей. Похищенное имущество, принадлежащее организации, работником которой он являлся, фигурант продал за 26 тысяч рублей. Вину содеянным он признал полностью. В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Розаевскому району уголовное дело в отношении 23-летнего работника коммерческой организации, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 160 УК РФ, растрата передано в суд. Один человек погиб, а трое получили различные травмы в результате ДТП, которые произошли в Мордовии за минувшие сутки. Так, согласно информации Республиканской госавтоинспекции, около 12 часов ночи на улице Веселовского водитель Шевроле Круз сбил 37-летнего мужчину. В ведомстве отметили, что он переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Что конкретно произошло, пока точно неизвестно. Сообщается, что пострадавшего увезли на скорой помощи, но спустя некоторое время он умер в реанимации. Еще несколько ДТП с участием пешеходов произошли в Саранске около 8 часов вечера. На улице Республиканской женщина-водитель Ниссан Мурана сбила 17-летнюю девушку. А вот на улице Эркая 52-летний пешеход попал под колеса Шкоды Рапид. По предварительным данным, оба пешехода переходили дорогу в неположном месте, и сейчас они находятся в городских больницах. Айфона, денег и машины лишился в один день житель Рузаевки. Расстроенный молодой человек обратился в полицию. Там спустя некоторое время сотрудники Росгвардии и уголовного розыска установили, что угон и кражу совершил некий 37-летний житель села Архангельская Голицына, Ренат Дубинников. Причем преступление, как выяснилось, он не планировал. Все произошло спонтанно. Увидел опель Астра на стоянке, ключи были в замке зажигания, сел и поехал. После потратил найденные в авто деньги на алкоголь. Теперь задержанный горюет, ведь скоро засадеянное предстанет перед судом. Кроме этого, в бардачке автомобиля обвиняемый обнаружил айфон седьмой модели и денежные средства в сумме 10 тысяч рублей. Не имея возможности разблокировать гаджет, он выкинул его. Добравшись до товарищей, они поехали в магазин, где на похищенные деньги несколько раз покупали спиртные напитки. Уже утром, обнаружив пропажу, автовладелец сообщил о произошедшем в полицию. Автомобиль, которым передвигался злоумышленник, был установлен сотрудниками правоохранительных органов. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд. Редактор субтитров А.Семкин